Почувствовать себя Шерлоком Холмсом, найти самый известный фейковый документ в истории Украины или спрятанные подписи на картинах известных художников. Все это можно в музее Квейсти «Сила подписи». Он открылся в Киеве. Тайные истории искала Инесса Занина. Нужно найти ответ на пять загадок. Первая загадка, как мы ее получаем? Мы нажимаем на лампу и у нас начинает звонить телефон. Музей «Сила подписи» – сплошной квест. Чтобы его пройти, нужно внимательно присматриваться и искать подсказки. Иван Айвазовский спрятал свою подпись известной картины «Девятый вал» на мачте корабля, а Сальвадор Дали оставлял на чеках маленькие рисунки. В свое время их не обналичили. Таких историй здесь сотни. Выставку готовили почти полгода. Если мы посмотрим на стену Сугихары, который спас 6 тысяч евреев, специально для этой стены, для того, чтобы проиллюстрировать этот факт, мы сделали 6 тысяч дырок. Вкрутили туда 6 тысяч ленточек. Эти ленточки были индивидуально, специально изготовлены для этого проекта. Особое внимание в музее вот этой локации. Декабрь 91-го. Беларусь, Беловежская пуща. В зале Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. И три министра иностранных дел. Беларуси, Украины и России. Эту локацию расписывали в течение 6 дней вручную. Она полностью отображает тот зал, в котором было подписано соглашение о распаде Советского Союза. Самый известный фейк в истории Украины – письмо турецкому султану. Его якобы написали казаки во главе с атаманом Серком. Такого документа не существует. Это вымысел художника Ильи Репина. Текст послания выдвигается из-под картины, если найти кнопку-подсказку. А эта печать Украинской Центральной Рады уникальна. Впервые выставлена на всеобщее обозрение. Это первая украинская государственная печать после столетий без государства. Это свидетель самого невероятного события в истории страны. Когда она вновь возродилась, она появилась. Это была такая огромная надежда. Рядом не менее уникальные экспонаты. Пищать канцелярии Гетмана Скоропадского, Симона Петлюра и Батька Махно, переделанной с барабана от Маузера. В музее не только раритеты. Здесь используют современные компьютерные технологии. Можно виртуально поставить подпись под декларацией прав человека. ООН ее приняла в 1948 году. Инесса Знанина, Сергей Савчук, UATV.